Цельное зерно за долгую жизнь в добром здравии Три исследования, опубликованные почти одновременно, показывают, что регулярное употребление продуктов из цельнозерновых злаков связано со значительным снижением риска преждевременной смерти. Злаки были первыми растениями, которые были одомашнены людьми более 10 тысяч лет назад, и даже сегодня эти продукты являются основными продуктами питания большинства культур на планете. Традиционно эти злаки, например, пшеницу, употребляли в пищу целиком, то есть муку получали путем измельчения всего ядра, содержащего сахар в виде крахмала, вместе с внешней оболочкой, отрубями, а также зародышем. В этой полной форме зерновые представляют собой продукты высокого качества, не только как источник энергии, сахар из крахмала, но и благодаря повышенному содержанию в них клетчатки, витаминов и минералов, полученных затрубей и зародышей. Нынешняя ситуация с питанием совершенно иная, потому что очень большое большинство зерновых продуктов, которые мы потребляем ежедневно – хлеб, макароны, пирожные и т.д. – сделаны из более рафинированной муки, в которой отруби и зародыши были исключены. Другими словами, эти продукты не содержат ничего, кроме крахмала, их клетчатка была удалена, и они в конечном счете являются обедненной версией оригинальных злаков. Преимущества. Это разница в составе между цельнозерновой и рафинированной мукой приводит к очень разным эффектам на организм человека, особенно на уровень глюкозы в крови. Наличие клетчатки в цельнозерновой муке затрудняет переваривание и усвоение крахмальных сахаров, что позволяет поддерживать уровень сахара в крови на уровне, достаточном для обеспечения нормального функционирования клеток организма, но не достигая чрезмерного уровня. И наоборот, отсутствие этих волокон в отбеленной рафинированной муке увеличивает поглощение сахаров из крахмала, вызывая внезапные всплески гликемии. Наш метаболизм плохо приспособлен к этим быстрым колебаниям уровня глюкозы, который со временем приводит к некоторым метаболическим нарушениям, которые могут иметь серьезные последствия для нашего здоровья. Клетчатка замедляет опорожнение желудка, что усиливает ощущение сытости и предотвращает поглощение лишних калорий, а также ферментируется в толстой кишке с образованием короткоцепочечных жирных кислот, которые известны своим противовоспалительным действием. Список преимуществ, связанных с потреблением пищевых волокон, очень велик. И нет никаких сомнений в том, что гораздо предпочтительнее употреблять эти злаки в цельнозерновом виде, чтобы воспользоваться этими преимуществами. Снижение смертности. Положительное влияние цельного зерна на здоровье хорошо иллюстрирует результаты трех независимых метаанализов, изучающих связь между потреблением этих продуктов и риском преждевременной смертности. Проанализировав несколько десятков исследований, проведенных за последние несколько лет, каждая группа исследователей смогла показать, что ежедневное потребление примерно трех порций цельного зерна, одна порция – это один ломтик хлеба, 30 грамм крупы, полстакана макарон или поллаваша, было связано со значительным снижением риска преждевременной смерти. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 22-30%, снижение смертности от рака на 14-18%, снижение смертности от всех плечи на 19-22%. Таким образом, простой акт интеграции цельных злаков в наши пищевые привычки оказывает очень положительное влияние на здоровье. Однако профилактический потенциал остается в значительной степени неиспользованным, и менее 5% населения потребляют рекомендуемые три порции цельного зерна. Однако эту проблему легко решить, потому что наши продовольственные рынки все больше и больше предлагают продукты, приготовленные из цельного зерна. Будь то хлеб, паста, крупы или крекеры, которые могут быть использованы для замены, насколько это возможно, версий, сделанных с отбеленной рафинированной мукой.